Фов поставить? Ну дайте посмотреть, как он выглядит. Сложность, легкотня, легко, обычно, сложно, крепкий гад. Давайте попробуем сначала на обычной сложности, чтобы понять, что это за игра, а потом уже мэйби на легкотню все-таки приключимся. Эээ, твою мать, как человек не прибыл на долбанный контрольный пункт! Ну, отправь 61B в главный офис. Не выполнена поставка ресурсов. Раз он шел через Саргасову Туманность, мы бы все равно потеряли клиентов. Да, пожалуй. Порубай технику, лучше пойдем бухнем. Сюжет врага ли? Саргасова Туманность, 283 световых годах. Немезис. Так, что здесь творится вообще? Щелкните ПКМ по зеленой панели двери. Открыто. Уборщик. Так, чел, я вижу, ты не очень дружелюбен, да? Оружие у меня, кстати, не заряжено, у меня вообще пуль нет. Взлом. Центральный архив. Вы знаете, что сточный принтер обычно размещают в администрации? Так, кубы. О, нам туда. Так, лутать что-нибудь можно? Вызвать грузовик с припасами топлива Х5. Вызвать грузовоз с припасами ЕДАА-5. Грузовоз с припасами пули. Допустим, пули. До прибытия грузового корабля 3 дня? Я думал, сейчас мне пули доставят, какие нахрен 3 дня, о чем вы говорите? Малолетка. Вертухай. Так, стелс начинается. Меня спалили, видимо. Тут еще, смотрите, полоса есть О2. У нас типа 12 минут до того, как истечет наш кислород, а мы сдохнем просто, видимо. То есть тут миссии на время. Зачистка данжей, скажем так. Техника безопасности требует, чтобы вы избегали сожжения турель. Но-но-но-но-но-но-но-но-но. Турели не надо сжигать меня. Собрано меточек, одна пластмасса. Так. Линза. Видимо, здесь собираешь всякий хлам, он перерабатывается в какие-то ресурсы, там, пластмасса, железо и так далее. Не получается найти предметы. Да я пользуюсь, чувак, я же по карте играю. Ты чего? Я же не пипега. Собрано строчный принтер. Отлично, я обязательно отмечу получение строчного принтера для слушания о вашем освобождении. По ковру бегать можно, говорят. Ну, хорошо, я все равно пока что не хочу особо передвигаться так. Там турели, которые меня истребляют. Ну, я, видимо, думаю, что только в обучении в этом комнате не все открыты, иначе смысл какой. Потом, наверное, можно лутаться по всем абсолютно коммунатухам. Пробегаем аккуратненько. Внимание, приближается судно, связанное с опасными событиями. Удерживайте шифт, чтобы бежать. Я побежал. Судно пристыковано. Наступление опасного события неизбежно. Надо быстрее открывать странину. Но-но-но-но! Ребята! Прекрасно! Теперь можно вернуться в ковчег. Пометка для себя. Выдать больше патронов сменному клиенту. Я почти свалил. Я уже зашел в эту капсулу. Нажмите любую клавишу. Так. Окей, от нас соединяется жук. Срок действия клиента истек. Удаляю неоформленные приобретения. Высирает какой-то кал. Возвращаю арендованное оружие. Залетает Стив-13. Стив разрешено вернуться на ковчег. То есть главный это жук? Я это просто помойная трясня? Жук главный? Что это такое? Он курит? О боже. Рюкзак пал занят заполнением документов. Форма R-45 отправлена. Стеф. Стыковка разрешена. Местоположение Саргасова туманность. Нарушение технику безопасности привели к преждевременной смерти. Выполняю кадровую замену. Теперь типа жук прицепится к какому-то другому заключенному что ли? Честер Стивенс. Заключенный. Курильщик. Иногда кашляет, привлекая врагов. Ну, замечательно. Полный кал. Нам дали топливо, еду, стимул какой-то. Это бабки, видимо. И пуля. Окей. Так. Залили пакетик. Поздравляем. Вас выбрала система аварийной замены кадров. Добро пожаловать на инструктаж. На судно неправомерно проникло несколько человек. И вывело его из строя. Ваша задача. Запустите сверхсветовой привод. Так. Предъявите карту гражданина для разрешения запуска. Ой. Когда вы стали осужденным клиентом VSG, ваша карта была разрезана. Не расстраивайтесь. Вы сможете ее найти. Найти все необходимое для ее создания на соседних суднах. Так. Ко меня депортируют просто. Вам потребуется строчный принтер и удостоверение. Найдя эти детали, вы сможете собрать из них карту на верстаке. Я не понял, если честно. Нам, короче, нужно, получается, найти принтер и удостоверение. Мы напечатаем карту. У нас есть изначально пистолет-решатель. Решает вопросы пулями. Можно дальше открыть какой-то дыротдел и так далее. Так. Окей. Звездная карта. Какое-то количество упорщиков и вертухаев присутствует на этом корабле. Нельзя ускориться так далеко. То есть нам придется идти. Окей, поехали. Вы заметили, что на этом судне есть жужжалка? По существу ее изъятие не будет незаконным. Ну погнали, попробуем. Я так понимаю, у нас есть выбор. Либо сразу на первый этаж идти. Ну, грубо говоря. На первый этаж данжа. Либо... Мы можем съесть два еда, потерять ОЗ-150. Не. Пожалуй, пожалуй, остаемся пока что здесь. Блин, интерфейс такой какой-то... Не дружелюбный совсем. Прямо-фиге. Цель. Топливо и цель жужжалка. Это то, что нам здесь нужно найти, потому что у нас закончилось топливо. Ну карта небольшая, погнали. Внимание, из-за туманности граждане принимают нестандартные формы. Уверен, что никто не будет против, если вы их убьете. Подобрана еда. Прикольно, кстати, выглядит. За бортом. Так, они меня услышали, походу. Перезарядка. По звуку все окей. Звук какой-то странный, как будто я... Ну, не знаю. Как будто я себе колонки примотал на уши, а не наушники. Пополнить кислород. Пока что не будем. Только то, что испускает звездочки, и то, что светит ярко-зеленым цветом, можно активировать и забрать. Хорошо. Чел кашляет постоянно. Привлекает врагов, кстати. Реально напрягает. Дебильная у него особенность. Там где-то вертухай. Это, видимо, щелик уже посерьезнее будет. Этот тип работников WSG называется вертухай. Учитывая ваши возможности, попытка убить его наверняка окажется фатальной. То есть мне нужно застелсить, да? Май гад, ты кашляешь, как идиот! Но-но-но-но-но-но-но. Так, пойдем сюда. На мостик. Что за сигнализации какие-то? Окей, на мостике вроде чисто. Подобрана перфокарта. Загрузить расположение врагов. Стоимость стимула 10. Стимулы это наша валюта, вот эти вот билетики, да, золотые? Окей. Так, откашлянули. Пропердились. Жужж! Так, взлом. Производится взлом. Отсек жужжалок. Давай, дружи. Мы можем как-то вырубить там со спины его, просто не используя пистолет? Ой-ой-ой! Он умеет стрелять изо рта. Блин, посмотрите. Так прикольно выглядит, хочется слезать от этого, да? Согласна? Собрана жужжалка. Две батарейки, окей. Там еще что-то было. Его, вашу жалко, можно было в космос отправить. Но я пока новичок, я не знаю всех этих ваших хитмановских тонкостей. Не кашляй. Не кашляй. Чел, не кашляй. Не надо сейчас кашлять. В комнате этого вертухая тоже что-то есть. Туда можно пробраться даже, но это очень опасно. Задыхается чел не сразу, секунд 30 умирает, так что особо в кислороде не стоит париться. Подобрано топливо. Робот советует нам свалить отсюда. Жадничаем? Пойдем к этому вертухаю, заберем у него легендарий лут, или просто сваливаем как пусечка... Пусяндра. У него есть лут, вот же он. Вот, видите? Так, счет, чуваки. Всем пока. Три шок-заряда я забрал. Немножечко подробились, конечно. Можно было и без урона эту миссию пройти, но нормас. Возвращаемся в Стива. Вот что мы добыли. Жужжалка, топливо, еда, батарейка. Батарейки АА-класса, перфокарта. Знают бы еще, на что это все расходуется, или, типа... Я так понимаю, вот эти вот вещи можно просто продавать, да? А вот эти супер важные вещи. Убрать. Переработать. Да. Собственно, перерабатывается в инфу, в электронику какую-то. Детали используются на верстаке для изготовления улучшений. Верстак. После взведения взрывается при приближении врагов. Щелкните и создать. Живодер. Давайте мину попробуем создать. Уверен, вы думаете, что будет, когда я умру. Не переживайте. Созданные вами предметы послужат другим клиентам. А карту прокрутить никак нельзя, да, само по себе? То есть, ну, придется просто ориентироваться на то, что мы сейчас видим. Так, ну, поехали дальше. На шумо-фрегат. Тут какие-то пусечные туристы. И еще один вертухай. Можно отдохнуть, съесть еду и восполнить себе 8 хп, но мы же не пусечка, ускоряемся. На судне еда, все материалы, все материалы. Создание стимулятора. И всего лишь уборщики какие-то вонючие. Надо туда ехать. Все, тогда едем туда. Ух ты, мяучий, смотрите. Перевозка питомцев. Так, ладно. Но сначала зачистим это судно. Так, план нашего действия. Давайте сразу зафайфхедим, посмотрим. Мы заходим. Идем вот так вот. Ну, направо сразу. Обшариваем мостик. Идем сюда. Все каюты шарим, выходим. Прочищаем здесь все, прямо по периметру проходим, проходим. И возвращаемся обратно через стол сюда. Изи. План сделан. Продолжить и закрыть. Это что за вампирский корабль? Это что за вампирский корабль? Выберите оружие. Так, мы можем ставить мины теперь. Каждый победитель любит спиннер. Бесит, знаете, что? То, что здесь ограничения по времени есть. Это реально бесит. Тихо. Сюда кто-то идет. Сюда кто-то идет. Выберите оружие. Плюс стелс. Сначала нужно восстановить питание. О, боже. На этой штуке подскользнуться можно еще. Слип прислоппери. И что, у меня теперь подошва в этом дерьме? Я скольжу? Кошмар какой. Бомбардо. Он умер? Он умер. Так, давайте посмотрим. Генератор здесь находится. То есть нам сначала нужно пройти к Генчику. Мы не можем лутать это. Турель. Фак мой эс. Кто их ходит? Прямо надо мной буквально. Кабум. Ой, турель взорвалась. Кайф. Отлично. Так, прямиком идем к Гену. Уборщиков довольно много здесь оказывается. Питание восстановлено. Так, теперь, теперь, теперь. Давайте посмотрим вот на что. Во-первых, где мы можем себе О2 восстановить? Только внизу. То есть нам нужно сейчас за пару секунд облутать весь верх. Дойти до низа. И восстановить себе кислорода немного. У нас на все, про все, есть 4 минуты. А, без питания Турель не страшна была? Ну да, логично, в принципе. На мостике взять карту? Так она же за донат. Разве нет? А, вот это карта? А-а-а-а. Все, понял, спасибо, чат. Смотрите, еще палец какой-то. Палец. Это что такое? Собрано, стимулятор и два глаза. Сюда стоит войти, гайс? Выглядит как полная параша. Смотрите, а здесь валялся лут, но на карте не обозначено. Обман. Ничего не происходит. Я нашел легендарь секрет. Та штука это был спаунер монстров, говорят в чате. Все, я собрал все. У меня минута буквально есть до подыхания. До потери хп. Окей. Этого нельзя было избежать. Можно на самом деле. Но мы не будем об этом сейчас говорить. Жадность меня сгубит, но я возьму этот лут. Че, я скольжу полегче. Слишком скользко. 40 секунд. Так, быстрее. Где восстановление? Вот оно. Восполняем кислород. И нам дается 7,5 минут. Супер. Твою мать. Нет. Не надо. Прямо здесь стоит. Вот его глаз. Мне уже не надо тратить патроны. Патроны. У меня осталось всего лишь 8 патронов. Короче, следующий корабль проходим без убийства врагов. Супер стелс режим. Все, идем в столовую. Там последние лутбэги хранятся. Их забираем и можно сваливать отсюда смело. Да, потратили, конечно, немало хп. Около 50 где-то. Еда. Балдежная, смотрите. Царская столовая такая. Четыре еды собрано. Неплохо, неплохо. Мне кажется, мне выпал, если честно, худший персонаж с этим перком. Ну, то есть, не самый, конечно, худший, но для стелса это просто противопоказано. Запомните, если вы когда-то в жизни захотите постелсить, не курите никогда, чуваки. Ни за что в жизни не курите. Шокер, оглушает цель. Очень эффективен против механизмов. Щелкните и создайте. Потрясающе. Ваши кп растут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова